приветствую зрителей своего канала сегодня буду готовить точнее в данный момент мариновать свиную шею то есть для шашлыка по рецепту ссср в чем отличается именно рецепт ссср то что требуется нам только соль черный молотый перец кто-то добавляет еще лаврушку я добавляющего душистого укропа уксус самое главное это девяти процентный 2 столовых ложки или допустим шашлык без рассола я делаю с помощью рассола то есть получается литр кипятка я сюда налил очень душистого перчика примерно три горошинки с 3 подхода как говорится начинаю записывать видео потому что от молотого перца всегда чахота от лука всегда слези ся хоть даже и водой холодной живность вся со мной так в общем пока делается рассол любом случае молотый перец черный он есть у нас не растворится то есть все останется на дне ну и соль может тоже остаться на дне не надо все полностью будет выливать в банку так что сейчас сделаю в общем это именно с рассолом можно без рассола кто-то добавляет еще как говорят свой секрет это то есть одну столовую ложку растительного масла я обычно не добавляю хотя как-то я делал даже добавлял ну можно в принципе положить хотя шея на у нас и так свиная сочная так и самое главное то что у нас это у нас уксус 2 ложечки буквально то есть это где-то грамм 50 если я не ошибаюсь но я обычно красок в любом случае пробую то есть смотрю по кислотности сейчас пускай он остывает чтобы быстро он остыл я его обычно эту банку кладу в кастрюлю с холодной водой и очень быстро остывает буквально минут десять и все пока режу и готовлю шашлык так давайте все-таки добавлю от растительного масла буквально одну ложку как обычно говорят секретом шашлык и все и вот чем он отличается от современных то что он не делается никаких приправ для шашлыка никаких маринадов ничего прочего только берется уксус черный молотый перец или черный перец горошком кто-то молотый не кладет и уксус уксус черный перец и лук все больше ничего не добавляется лаврушка и душистый это добавляют по вкусу это чисто советский шашлык бомбически и чтобы он был сочный делается только из свиной шеи вот смотрите получается приобрели мы ее так мира торг что нас тут получается цена 526 рублей так на двести двадцать рублей 670 грамм но вполне вполне так скажем смотрите какой шикарненький кусочек ну вот в общем все в кастрюле я поместил сейчас буквально групп минут 10 все вообще шикарненький хотел его еще вчера приготовить и в общем тогда подождите вот вся живность уже ко мне идет хотя я уже угощал их угощал и все равно им надо на марсе к тебе вот этой маленькой тут так в общем режем что хочу сказать когда выбираем свиную шею то сразу я смотрю как ее резать но этот кусок выбрала жена не игру а как ты его резать хочешь котенок мурчит на парсика на парсике аж тебе долги на сказка среди в общем смотрите этот прям вот он аж так и просится до пожилком убирала конечно на чтобы меньше было сало а я кстати наоборот говорю что очень вкуснецко будет в общем и такими кусочками планируем идти сейчас делать шашлык не в гараж а именно туда куда я ходил за березовым соком в мае есть у меня видео я еще там провалился получается подлет можете увидеть на канале также посмотреть сейчас практически возле дома все расставила но конечно же еще так вот эти я обычно всегда вот так отрезаю и вот маленькой живности своей сюда и так так предыдущий раз ходили в гараж чего могу сказать по поводу окорока то окорок получился очень сочный вообще очень бомбический это именно на айране потому что именно вот сссеровский шашлык именно с уксусом уксус немножко сушит все таки и даже окорок тем более лопатку сушит и довольно не особо сильно конечно все таки он был сочный тем более когда горячий теплый то конечно бомбический потом остыл и уже домой когда мы его взяли я его делал разогревал не разогреть ставил режим оставил на комбинацию это получается барсик все трется все шея 500 рублей стоит шутите так да кстати 500 рублей так то вообще в магазинах у нас шея слиная напишите сколько у вас и кто хочет чтобы я закрепил ваш комментарий именно напишите в комментариях рецепт сколько чего я кладу на этот шашлык то есть полностью и я ваш первый этот рецепт первый комментарий закреплю себя на канале чтобы их к вам переходили также смотрели ваш канал и подписывались вот буквально вот столько вот так режем лук полукольцами в общем разогревал я микроволновки вставил на решетку включал режим комбинация плюс грим гриль и сверху вы до выливал лимон и плюс немножко майонеза на полторы-две минуты в точности так же как шампуров именно то есть получался теплый офигенном даже котенок чихнул будь здорово то есть получалось все четко так ну столько улучка наверное хватит давайте еще одного конца одно шашлыка у нас не так много поэтому одной луковички будет вполне вот так вот сейчас помещу я лучок так и наливаем наш рассол также у меня есть шашлыков я готовил микроволновки тоже есть можете посмотреть у меня на канале сейчас тем более открыл сезон я шашлычков да и кстати как я ранее говорил что буду отходить большим хоть это канал синхронизация моей жизни то будет у меня отдельный плейлист я хочу делать честные обзоры у разных вещей разных предметов то что чтобы они были у меня на канале разные но единственно от готовки да я буду отходить единственно что буду снимать также обзоры к примеру вот разные как шары там и васи вот банку там открывал трехлитровый огурцов с помидорами то есть так скажем чем я буду заниматься но так вот вот особо готовить я не буду единственно не считая рыбы мясо ну такого мужского или что-нибудь допустим к примеру если я захочу попробовать так вот этот кусочек вот так вот шампурик сделаем и будет самое то то есть именно такого вот мужского так скажем именно буду готовить а вот ну редко там картошечку пожарю для своих подписчиков это дело нравится он видите даже у нас получилось меньше литра но единственно то что как она получилась так она то есть именно пропорции на литр я вам показал пропорции на литр так почему делается в банке не именно в банке да можно в пакете делать салфановым я до этого раньше в пакете делал салфановым для того чтобы не было воздуха чтобы именно воздух не попадал к мясу то есть и так скажем не бродил не бродил вот всегда когда снимаешь видео заговориться немножко налил то я не твой водички не того рассол 6 тогда мы это все сольем хотя бы хотя бы вот так вот так вот буквально а тут у нас смотрите какой серьезный такой настоянный и вот практически если вот этот вот весь осадок не надо выливать вот это вот все не надо выливать по пропорциям сколько разошлось столько разошлось так и все сейчас закрываю крышку ставлю в холодильник два часа в данный момент на час пока дойдем пока разложимся соберемся и будут видео как я буду его готовить будут видео местности куда мы пошли то есть все 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 вот пишите больше комментариев больше просмотров будет именно сегодня драта сегодня выпущу ролики не так значит завтра в течение допустим трех дней все спасибо вам ставьте лайки до новых встреч друзья